Привет, ребята! В связи со сложившейся ситуацией из-за пандемии COVID-19, сегодня вкратце хочу вам показать, чем же кормят в период временной 14-дневной изоляции в парк отелей, который функционирует по типу обсерватора. Карантинные меры во время пандемии. С учетом эпидемиологической ситуации в условиях ограничительных мер еду подвозят и заносят прямо в номера отеля. Давайте посмотрим, что же нам здесь сегодня положили на завтрак. Я разложил завтрак на стол, пока погода хорошая, решил позавтракать на свежем воздухе. Сладкая молочная каша. На первый взгляд, порция может кому-то показаться маленькой, но это еще не все. Нам также положили в одноразовую посуду по одной отварной сосиске. Сосиска с кашей были теплыми как раз самую то. Сосиска с кашей мне очень понравилась. И, конечно, подходит для бутербродов масло сливочное порционное. Кусочек маслица как раз на один раз или на одну порцию. Можно, в принципе, и в кашу добавить. Это на любителя. Кстати, давали в таких же порционных ванночках иногда мед, а это сурок. Также выдавали одноразовые пакетики с чаем, а иногда и с кофе. А так завтрак чередовали. Каши, омлет, яйца, сосиски. Все порции у всех были одинаковые. К чаю был сахар, сладкая булочка, джем сладкий, тоже порционный, в маленькой пластиковой ванночке. Ребята, и в 100-граммовом пластиковом стаканчике был йогурт, но я его забыл выложить из пакета. Обед. Обед был разносторонний. Давайте более подробно рассмотрим все в отеле. Впрочем, пора приступать к обеду. Что же нам приготовили на обед? Вы уже, наверное, догадались, что это за блюдо? Да-да, ребята, это манты. Вообще, если честно, обожаю манты. Была одна соленая помидорка, и все это было в одноразовом контейнере для еды. А это суп с фрикадельками. Обед к столу подавали в теплом виде. По желанию, его можно было подогреть в микроволновке. Это салат винегрет. В остальные дни в обед также давали разные супы. Кстати, давали неплохие котлеты на пару, из курицы, говядины, свинины, шашлыки на шпажках, а также разнообразные салаты. Из фруктов давали груши и яблоки. Далее переходим к ужину. Ребят, как я понимаю, это вроде бы был бештек с яйцом, и котлеты рыбные, это точно. Как-то непонятно. Напишите, если кто знает, как правильно называется это блюдо. Мне тогда очень понравилось. Ну, а это пюрешка. В остальные дни иногда давали люля-кебаб, морскую капусту вместо баклажан. Кстати, и постоянно выдавали порционный кетчуп. Салат. Я почувствовал вкус копченой рыбы и красивый мелко нарезанный кольцами лук. И в принципе, мне понравился салат. Слава богу, что ситуация с эпидемией стабилизировалась. Это был снят только один день, как кормить в период временной двухнедельной изоляции в парк-отеле, который функционирует по типу обсерватора. Друзья, кому понравился ролик, поддержи лайком и подпиской на канал. Ждем вас в субботу на новой видосе. Пока-пока.